привет привет ты зашел сегодня ко мне на канал гостях у павловны сегодня я буду варить варенье конфитюр или джем не знаю что получится но варить буду в хлебопечке мне очень интересно какой получится результат хлебопечка у меня я обзор делала когда мне муж ее подарил обзор делала она мне выручает тесто завожу дрожжевое завожу тесто завожу пресное тесто на пельмени на вареники очень нравится хлеб несколько видов хлеба освоила но вот джем или конфитюр буду из яблок пробовать впервые а по рецепту есть сборник же рецептов при этой хлебопечке шоу и написано что пол килограмма яблок порезать добавить 400 грамм сахара и оставить все это дело на восемь часов вот посмотрите я пришла с работы через ну больше восьми часов вот уже такой сиропчик сахара нет все растворилось сейчас достану хлебопечку помещу ее туда эту смесь задам программу и как говорится горшочек вари поместила нарезанные яблоки в чашу хлебопечки лопасть я не вынимаю потому что в этом рецепте не заострено внимание что вынуть лопасть для перемешивания значит предполагается что это джем будет перемешиваться в процессе изготовления сейчас накрою фольгой вот эту чашу задам программу фольги не оказалось у меня дома я поэтому пергаментом закрепила и сейчас буду задавать программу включаю и набираю меню восьмая программа так на старт час сорок будет готовиться за это время я как предполагаю что лопасть я не вынимал это будет все перемешиваться ну что ждем результат час сорок время пошло прошло час сорок вот посмотрите такая консистенция я маленько попробовала ничего не размешивала в процессе готовки яблочки вот такие беленькие беленькие сироп все еще горячо в общем пусть остывает а потом буду чай пить хочу сказать по поводу варенье варенье получилось вкусное вот такого янтарного цвета сироп густой в общем я сделал для себя вывод что такое варенье я варить в хлебопечке буду но хочу предупредить кто если кого смотивировала кто хочет попробовать сварить такое варенье в хлебопечке написано фольгой прикрыть а у меня ее не оказалось не прикрывайте пергаментной бумагой потому что она сразу начала дымить сразу нагрелась и мне пришлось ее убрать и поэтому я не накрывала это варенье ничем я думала накрывать нужно фольгой для того чтобы возможно брызги какие-то были но брызгов брызг никаких не было перемешивать я ничего не перемешивала вот такое вкусное варенье у меня получилось в общем мне понравился результат это